Это живописное место, с которого некогда начиналась Самара, сегодня превратилось в неприглядную промзону. Однако уже через 7 лет здесь появится футбольный стадион, который станет центром притяжения болельщиков со всего мира. Работа подготовки его к строительству уже начались. Недавно определилась компания, которая разработает проект для планировки территории под размещение футбольной арены и сопутствующей инфраструктуры. Сегодня разрабатываются различные варианты с учетом того, чтобы стадион на 45 тысяч человек получил правильную ориентацию. Чтобы были учтены ландшафтные, композиционные характеристики. Кроме того, необходимым условия требуется наличие материка, то есть твердой опоры, на которой должен стоять само сооружение. Создается в своем роде уникальное явление не только в Самаре, в Самарской области. Под возведением всех объектов спортивного комплекса в проекте заложен 101 гектар земли. Архитекторы уверены, строительство стадиона даст существенный импульс для развития исторической части города. Памятники архитектуры будут отреставрированы, ветхое жилье уберут. Сделать перезапуск исторической среды, перезапустить рестарт этой среды сделать. И, по сути, в основе, в точке рестарта обязательно должен быть культурный центр. Самарцы изменения в городе приветствуют и надеются, что реставрация исторической части обоснового центра будет столь же удачной, как реконструкция набережной. По планам к моменту возведения стадиона она должна протянуться как раз до стрелки Самары и Волги. Чисто, хорошо. А самое главное, что нет вот этих вот убогих пивных. Очень красивое, очень прям современное. Тут приятно гулять. Мы ходим сюда каждый день. Узнать, как будет выглядеть стадион и обновленный исторический центр самарцы смогут уже весной 2012 года. Именно тогда проект представит общественности. После чего он пройдет обязательное согласование с жителями областного центра. Субтитры создавал DimaTorzok